Дорогая Церковь, дорогие братья и сестры, уважаемые друзья! В своей проповеди я желал порассуждать, и вот для основания я желаю прочитать место Священного Писания, которое записано в книге пророческой, книга пророка Исаии, 25 глава, 1 стих. Книга пророка Исаии, 25 глава, 1 стих. «Господи, Ты, Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь!» Это песнь народа израильского, но это песнь, которая будет звучать в будущем. Это торжество Царства Господа и Бога, который будет радоваться и ликовать народ израильский, остаток народа израильского, который останется после великой скорби. Но эти слова, они дороги для меня, я, читая, восхитился этими словами, и в основании я желал вот вторую часть прочитать. «Предопределение древней истины. Аминь!» То, что Бог предопределил, все исполняется в плане Его. Когда мы открываем книгу Библии, я благодарю Бога за эту дивную книгу, которая открывает нам и прошлые века, и настоящее время, и будущность в века. С первой книги, когда мы читаем, мы слышим, когда Бог говорит о Иисусе Христе. Иисусе Христе, сыне своем. Помните, когда Адам и Ева, это была трагедия, Едема, грехопадение. И Бог предсказал, что от семени жены родится тот, который поразит змея древнего дьявола в голову. Позже, когда Бог разговаривал с народом Своим и поставил вождем Моисея, Он через Моисея говорит, Бог говорит, «Я воздвигну им пророка из среды братьев их, такого, как ты, Моисей, и вложу слова Мои в уста его, и Он будет говорить им все, что Я повелю ему. А кто не послушает слов Моих, которые пророк тот будет говорить именем Моим, сто его я взыщу». Пророк Исаия открывает, как родится Сын Божий, Мессия, которого народ израильский ожидал, от кого Он родится, в каком месте, все сказано. И вот пришло время, пришел в мир Спаситель, родился от Девы, родился в Вифлееме, небо торжествует, ликует, но читая книгу Библию, как историю, и сегодня, глядя на мир современный, мы видим, что Иисуса Христа не приняли, Его не приняли за Мессию, Его не приняли за Сына Божьего, Ему не воздали славу, к Нему не прислушались, и Его не почтили, Его отвергли. Думаешь, ну почему настолько жестокие сердца? А сердца в то время были точно такие же, как сегодня. Чтобы Бога принять, нужно сердце свое, и слух свой, и разум свой направить к словам Бога. Потому что народ израильский, они ожидали Мессию не таким. Они представляли стереотип, у них был совсем другая личность. А сей пришел, как человек, родился от Девы. Его природа была подобная нам, но не во всем. Единственное, за всю историю родился не от мужа. Это сын, он умолился до одной живой клеточки и под сердцем Девы Марии через девять месяцев родился младенец, подобный нам. Но во внутренности своей, в сути своей, он не имел адамовской природы. Этим он отличался от всех нас. Он был Бог, человек. Это тайное воплощение. Он жил среди людей, но жил святой и праведной жизнью. Он служил людям, прославлял Бога, открыл волю Отца по отношению к людям, но был не принят, был казнен на кресте Голгофском и умер, как человек. Но, читая книгу Библии, мы знаем, он Бог воскрес, восторжествовал, явил победу над адом и смертью и вознесся во славе, воссел Одесную Бога, по правую сторону от Бога. На престоле Его владычествует и управляет миром. Он царь царей, Он Господь Господствующих и царство будет еще на земле. Слово Божие открывает народ израильцев, который ждал, но не узнали, не увидели, они увидят Его, примут Его, поклонятся Его, восхвалят Его, будет царство. Но сегодня, дорогие друзья, у меня немного другое рассуждение. Мы живем во время, в декабрь месяц, в христианской стране, мир окружающий ожидает Рождества Христово, радуются. У нас соседка настолько украсила свой дом и весь фронт-ярд и бак-ярд – это картина. Но что с собой несет Рождество? У меня вопрос к нам. Дорогой брат и сестра, что для тебя представляет рожденный Иисус Христос? Кто для тебя Иисус Христос, рождение которого ожидает весь мир христианский? То, что ставят там, украшают и Санта-Клаус, и оленчики, и всякие изображения, не в этом смысл Иисуса Христа. Рождение Иисуса Христа он намного больше, значимее. И вот здесь народ израильский, тот, который на сегодня остается еще вне принятия Иисуса Христа, непринятия благодати, он говорит, Господи, ты Бог мой. Дорогой друг, Иисус Христос является Господом и Богом твоим. Если так, этот день торжественный для тебя. Это ожидание, как сегодня, когда мы вместе можем славить Господа и тот, который Сына Своего послал, и тот, который родился на земле, тот, который жил, пострадал, умер, воскрес и вознесся, он Бог мой, он Господь мой, он управитель, есть и Господь, он Господин и управитель жизни моей и твоей. Как-то давно я прочитал одну статью и там говорилось о пророк Иеремии, Бог через пророка Иеремии, 18 глава с 1 стиха по 6 говорит такие слова. Пророк Иеремии, 18 глава с 1 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа, встань, сойди в дом горшечника и там я возвещу тебе слова мои. И сошел я в дом горшечника и вот он работал, свою работу накружали и сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руках его и он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне, не могу ли я поступить с вами дом Израилев. Подобно горшечнику этому, говорит Господь, вот эта глина в руках горшечника, что глина в руках горшечника, то вы в моей руке дом Израилев. Знаете, я видел, как работает горшечник, но я никогда эту работу не делал. Это прекрасное созерцание, когда он работает, накружали, кружится, стол, и на нем он глиной делает сосуд, какой ему угодно. Настолько красивая работа. Но бывает, сосуд не получился, или бывает в нем изъян. В массе какой-то комочек, его нужно удалить, какой-то маленький камушек, его горшечник удаляет. и когда делает особо тонкий, красивый, изящный сосуд, там даже песчинка маленькая, она может помешать. Потом срезает неровность. Вы знаете, это чудное подобие, которое сказано в книге Библии. Бог говорит, что глина в руках горшечника, то вы, народ мой, в руках моих. Я делаю из вас все, что пожелаю, так как мне угодно. И предопределения древние, они истинно не исполнятся. Как Бог говорил, так и исполнится. Бог предвозвещал о народе своем. Бог послал им Искупителя, но они не приняли. И у Бога в плане Он придет вновь. Искупитель Иисус Христос придет вновь на эту землю, но не искуплять, не прощать грехи, а как царь царствующий. Но вот для своего царства Он в плане положил вернуться не один. Он придет с силою и славою. Сила это могущество войска небесного, а слава Его это церковь Его, возлюбленная Его, рожденные не от мужа, от Духа Святого, возрождены души новые. Это мы называем возрождение. Когда веруя в Слово Божие, мы слышим Его, принимаем Его, и при содействии Духа Святого рождается вера. Это чудный дар, который доступен каждому человеку. Я верю, большая часть в нашем доме молитвы это те люди, которые этот дар приняли. Господь открылся им как Бог Спаситель. В молитве покаяния они заключили с ним начало новой жизни. Но это начало жизни. И вот на протяжении всей жизни Господь работает с нами, как тот горшечник над сосудом. И вот когда в этой статье читалось, там говорилось как раз таки вот эти стихи были прочитаны, было рассуждение, и потом была молитва, и одна сестра в церкви говорит, Господи, ты мой горшечник, а я твой горшок, который ты сделал, я благодарю тебя за это. И потом автор говорит, я считаю, что эта молитва неправильная, ты еще не сосуд, ты еще глина в руках его, над которой он работает. И если что-то не так, он может смять, и опять сделать сосуд, какой ему угодно. Знаете, мне мысль так запала в сердце. Я так подумал, Савл, который был по ревности к Богу Израиля, гонителем церкви, он думал, что последователь Иисуса Христа это ересь, которую нужно искоренить. И он преуспевал в этом. И потом Бог, помните эту, чудным образом остановил его, когда он шел в Дамаск, чтобы выполнить задание, чтобы там поймать христиан и влачить их в тюрьму заключить. Бог остановил его, яркий свет, осиял, он упал, как мертвый, и голос, Савл, Савл, что ты гонишь меня? Он говорит, кто ты, Господи? я Иисус, которого ты гонишь. Он упал и говорит, Господи, что повелишь мне делать? И вот это было началом нового. Я так подумал, Бог его смял, как глину, а потом стал строить с него сосуд. Помните, он говорит, когда Ананий говорит, пойди в дом, и там найдешь Савла, он молится, скажи ему слова, и возложи на него руки, и он прозреет, потому что от этого яркого света Савла ослеп, и он не знал, куда идти, хотя открывал глаза. И там он говорит, это мой избранный сосуд, которым Бог в жизни его, Савла, дав новое имя Павел, оставил для нас многие послания, это чудное слово, он с Богом разговаривал, Бог говорил ему, он оставил для нас послание, это прекрасный сосуд, но как Бог над ним работал, вы помните, он работал над ним, когда апостол Павел говорит, все, что я имел, все, что я достиг, образование, мой интеллект, я это все почитаю за ссор, это ничто, ради превосходства Господа моего Иисуса Христа, и то, что он открыл ему, и потом апостол Павел мог сказать, но уже не я живу, но живет во мне Христос. Вот это, думаю, высшая ступень, которую апостол Павел достиг во Христе Иисусе, но это не дорога к верху, а это дорога смирения и унижения, послушания Богу, послушания Слову Его, послушания Духу Святому. и оно достигается в повиновении пред Богом, тот, которому можно сказать, Господи, Ты Бог мой, Ты управляешь жизнью моею. И когда апостола Павла жизнь закончилась мученически, я так думаю, образно Бог срезал этот сосуд скружало и поставил на свое место, как ему угодно. И как повиновался апостол Павел Слову Его. В нашей церкви многие есть чимкенцев, которые знают брата Отто Отович. Я с ним один раз с его познакомился, когда он был у нас в гостях. Прекрасный человек. Это человек, который в любой компании, в любой кругу друзей, это был как центр, как светлячок. Но я его увидел на вилчер, на инвалидной коляске. И я не знаю, в смысле, я могу исказить что-то, но его жизнь была, когда он знал о Боге, но Богу повиноваться не хотел. Бог имел о нем план, но он не повиновался. И работая на грузовом большом автомобиле за рулем водителем, на его машину должны были грузить бетонную плиту. Ее погрузили так, что кабину, где он сидел, задавило, его раздавило к земле, в смысле к рулю, и настолько раздавило, и он тогда возопил, Господи, дави меня. В смысле, он понимал, почему Бог так с ним поступил. Я верю, что Бог так не хочет поступать ни с кем, но Бог употребил как ему угодно, раздавил эту глину, и потом с нее построил прекрасный сосуд, которого мы знали. Ото Отович, брат, служитель Божий, носящий в сердце своем этот свет Иисуса Христа, который распространялся на окружающих, он уже в вечности. Господь его приготовил и снял, и поставил. Знаете, эта мысль мне пришла еще, когда наш брат Виталий Вениаминович столько болезней получил, и когда дети ему сказали, что, папа, ну, те диагнозы, которые вот врачи проверили, все твои, он, ну, нерадостный, он, это как приговор, это кинцер, это болезнь к смерти. Они настолько были, ну, как бы, трудно им было говорить, но их отец Виталий Вениаминович принял это как от Бога, спокойно. А потом мы были на разборе, Николай Александрович говорит, вы знаете, вот Виталий, он сейчас проходит, ну, огненная закалка, огненное искушение, огненное испытание проходит. Я-то так думаю, с мыслью, та, которая на сердце у меня, вот, прочитав эту статью, думаю, наверное, Господь уже готовит его, и теперь этот сосуд обжигает в огне, чтобы испытать его, чтобы сделать готовым. Потом прошло немного времени, ему лучше стало, думаю, наверное, Господь еще работает над этим сосудом. Прошло время его болезни. Ну, в смысле, я Виталию это не говорил, Виталию Вениаминовичу, но у меня в сердце было, насколько, думаю, Бог работает и последние узоры наносит. А потом, 22 октября, снял его и поставил там, как ему угодно. Дорогие братья и сестры, Бог работает над каждым из нас в отдельности. Он работает с любовью. Это его характер. Он благий Бог, он добрый Бог. Он работает с любовью. Но когда мы не повинуемся, он может по-другому работать. Он Господь. а мы в руках его, как глина. Он может и смять, и может быть больно. Но это во благо для вечности. Дорогой друг, быть может, ты в жизни своей противишься, как Отто в молодости, в юные годы противился, знал о Боге, но не хотел за Ним идти. А молитвы родных, молитвы матери, отца, они были пред Богом. И Бог прибег к такому методу, через такое привел. И потом, как последствия, прекрасный брат, а всю жизнь на инвалидном кресле. Я верю, что Бог хочет по-другому разговаривать. Может, нужно ответить на Его призыв. Это будет начало новой жизни. Начало новой жизни, когда Бог будет работать. Дорогие братья и сестры, Бог нас не забирает в вечность, в день покаяния. Мы тогда еще не готовы. Он на протяжении нашей жизни, это забирая всю жизнь, работает над нами, как над тем сосудом. Удаляет из нас комочки, маленькие камушки, а может быть, даже мелкие песчинки, которые для Него неугодны, которые не во благо для меня и Тебя. Может быть, это наша гордость, Бог желает это удалить, быть может, это тщеславие, быть может, это ссоры, быть может, это зависть, это внутренние качества, которые не видны, но которые неугодны для нашего духовного роста, а Богу они видны, и Бог желает нас усовершить. Вот в этом рассуждении, дорогие братья и сестры, как вы думаете, Иисус Христос был послушной глиной в руках Бога Отца, Творца? Благовение пред Господом, я не могу так сказать, я бы сказал, что Иисус Христос это отдельная особая личность, человек, но Бог, Он был сосуд у Бога, достойный, но и Он говорит такие слова, Иисус Христос в своей молитве говорит, я прославил тебя, Отче, на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить, и ныне прослав меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Господь Иисус Христос был сосудом у Бога, это предназначено прежде сотворения мира, и Он был послушным, но и Он в послушании Своем прославил имя Бога, совершил волю Божию до конца, до смерти, смерти крестной, и Бог превознес его и дал ему имя высшего всякого имени на земле и на небесах. Дорогие братья и сестры, хорошо Христу было, Он знал волю Отца. Нам бы знать волю Отца по отношению к нам, но она не сокрыта, она не сокрыта от нас. Апостол Павел в послании прекрасной церкви Фессалоникийской говорит, 5 глава с 15 стиха, смотрите, чтобы кто, кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. И чуть раньше в этом же послании он говорит, воля Божия это освящение ваше, это духовное возрастание, освящение, может быть сложное слово, но его так легко понять, это послушание Господу, читая Слово Божие, слыша Его, употреблять в жизни моей и твоей, в повседневной жизни, приближаться к Богу и удаляться от греха. Это путь освящения, этим путем Господь ведет нас, и ведет, и этот путь славный, прекрасный, и он длится всю нашу жизнь. А потом Господь в свое время снимет нас и поставит на то место, которое Он в плане имел о нас, при условии твоего и моего послушания Его голосу, Его Слову, Его Святой Воле. И тогда мы подобно народу израильскому, который в этой же главе 25 стих, 25 глава, 8-9 стих, Исайя 25, 8-9. Поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезу со всех лиц, и снимет поношение с народа своего на всей земле, по всей земле, ибо так говорит Господь. И скажут в тот день, вот Он Бог наш, на Который мы уповали, и Он спас нас. Сей есть Господь, на Него уповали мы. Возрадуемся и возвеселимся во спасение Его. Это ликование, которое мы еще услышим, дорогие братья и сестры. Это ликование, которое народ израильский, остаток, Он восхвалит Бога и прославит Его. Ну, а мы, познавшие Господа, как личного спасителя, рожденный Иисус, которого рождение вот весь мир христианский будет встречать, можешь ли ты сказать, Господь, Ты Бог мой, рожденный Иисус Христос, Он Бог мой, Он Господин мой, Он управляет жизнью моей, Он усовершает меня, Он работает надо мною. Когда закончат работу, никто из нас не знает, но когда закончат свою работу, это будет славная встреча с Ним, и там слез не будет, зла не будет, болезни не будет, греха не будет, это скорая, близкая встреча с Ним. И вот в ожидании сегодня мы собрались с домом молитвы порадоваться имени Его и закончить проповедь, я желаю опять прочтением этого стиха первого, 25-й главы. Господи, Ты Бог мой, превознесу Тебя, восхвалю имя Твое, ибо Ты совершил дивное предопределение древней истины. Аминь. Поклонимся Господу нашего, молитвах наших.